Существует несколько различных типов лазеров. Твердотельные, газовые, полупроводниковые и другие. Первым лазером был твердотельный лазер, активной средой которого являлся рубин с примесью оксида хрома. Кристалл рубина цилиндрической формы помещается вдоль оси импульсной ксеноновой лампы, выполненной в виде спирали. Торцы цилиндра должны быть параллельны друг другу и хорошо отполированы. Поверхность одного из торцов делают зеркальной, а другого полупрозрачной. Ксеноновая лампа является источником возбуждающего излучения. Атомы хрома, входящие в состав рубина, поглощают излучение ксеноновой лампы, переходит в возбужденное состояние, из которого без излучения переходит в метастабильное состояние. При переходе атомов хрома из метастабильного состояния в основное, излучается фотон красного света. Подобный переход одного из фотонов приводит к появлению лавины фотонов, излучаемых в различных направлениях. Те фотоны, которые летят вдоль оси цилиндра, многократно отражаются от торцов цилиндра и вызывают индуцированное излучение. Через полупрозрачный торец цилиндра выходит мощный кратковременный импульс красного цвета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова